И к сообщениям из России, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию в Николо-Богоявленском соборе Петербурга. Престольный праздник, храм был полный людьми, возносящими молитвы к Богу. Один из красивейших храмов в стиле Елизаветинского барокко, любимый не только петербуржцами, но и гостями города. В день крещения Господня здесь, в Николо-Богоявленском соборе, совершилось особо торжественное богослужение. Праздник крещения Господня также носит название Богоявления, а его значение напомнил клирик собора. Говорится и о том, что Бог открывается в Троице, и не случайно этот праздник носит название Богоявления. Мы видим, как Сын, Второе лицо Святой Троицы стоит в реке Ордан. Мы видим, как Дух Святой в виде голубя нисходит на него, и слышим слова Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». По окончании Божественной Литургии правящий архиерей совершил чин великого освящения воды и окропил крещенской водой прихожан. О том, как обращаться с Сагиасмой, напомнил владыка Варсонофий. «Сегодня в утешении нам Господь совершает еще одно чудо, дает нам освященную воду, которую мы храним в течение года, которой пользуемся в исцелении своих бесчисленных греховных ран, болезней. Вода помогает нам освящать наше жилище, изгонять бесов из себя и отовсюду. И мы освящаем этой водой всякую вещь на этой земле». В ответном слове настоятель собора особо отметил духовную значимость служения правящего архиерея для всей митрополии. «Царское служение – это служение проповеди Слова Божьего, это служение Богу и людям, это служение во имя того, чтобы Дух Святый освящал бы народ Божий». Не только верующие Санкт-Петербургской епархии молитвенно объединились в столь великий праздник, но и гости из других областей. «Я приехала из другой епархии, у нас молодая епархия. Сегодня такая радостная служба архиерейская, что сердце наполняется таким божественным светом, исходящим от сегодняшнего праздника, что хочется поделиться со всеми этой радостью. И, конечно, счастливы и те, кто в этот день бывает на службе, а еще счастливы и те, кто еще и причастился. Вот мне сегодня, к сожалению, не удалось, потому что я только вчера приехала. Но я думаю, что все, кто сегодня был на службе, поделятся дома с семейными этой радостью. Я думаю, что благословение архиерей я привезу к себе в свою епархию, на свой приход, где я тружусь в воскресной школе и на клиросе». По окончании божественной литургии правящий архиерей наградил настоятеля Никола Богоевленского собора патриаршей медалью в память столетия возрождения патриаршества в Русской Православной Церкви.